В Армении торжественно отмечается 100-летний юбилей Героя Советского Союза, старшего сержанта Унана Аветисяна. В 1943 году при освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков он повторил подвиг Александра Матросова, Аветисян закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, дав возможность подразделению выполнить боевую задачу. Инициатором и организатором мероприятий выступил советник министра обороны Республики Армения генерал-лейтенант Мурас Сарксян. Начались мероприятия в городе Кафан 19 июня 2014 года с торжественной презентацией патриотического фильма «Формула бессмертия», созданного при благотворительности генерального директора ЗАО «Зангизурский медно-лебденовый комбинат» Максима Акопяна. «Хочу поблагодарить министра обороны Сейрана Уганяна, министров науки и образования, а также культуры, меценатов Грачупа Госяна и Максима Акопяна, которые помогли снять фильм и провести мероприятие «Столетия героя». Фильм будет способствовать воспитанию патриотизма у молодого поколения». «Я горжусь тем, что у меня был такой отец. Мы должны преклоняться не только перед памятью Унана Аветисяна, но и всех героев, погибших в годы Великой Отечественной и Арцахской войн. Выражаю глубочайшую признательность меценатам, генерал-лейтенанту Муразу Сарухановичу за организацию такого мероприятия». На следующий день, 20 июня, на родине Аветисяна в селе Цав Сюникской области Армении был открыт памятник герою. Спустя 70 лет после его подвига на территории мемориального комплекса памяти Великой Отечественной войны села Цав появился его базальтовый бюст. Памятник был создан на средства петербургского мецената и общественного деятеля, советника-заместителя генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Грачи Погосяна. «Благодарим генерал-лейтенанта Мураза Сархсяна, который очень быстро перешел от слов к делу, и в селе Цав появился бюст нашего героя. Огромен вклад в это дело мецената Грачи Мисаковича Погосяна, а также министра обороны Республики Армении Сейрана Уганяна». «Когда мы отмечали 40-летие футбольной команды Арарат, Мураз Саруханович вручил мне медаль Унана Витесян, что было большой честью для меня. И когда он рассказал о своих планах по установке памятника герою и съемке фильма о нем, я выразил готовность внести свой вклад в изготовление памятника. Всего несколько месяцев тому назад все это было лишь словами, а сегодня уже реальность. Я рад, что нахожусь в селе Цав и благодарен за звание его почетного гражданина, которого я был удостоен в знак признательности за вклад в увековечивание памяти героя». Создание мемориала было доверено скульптору Сурену Милканяну. «При установке каждого памятника чувствуешь волнение по-новому, так как каждое произведение имеет свой характер и судьбу. Я горд тем, что мне доверили создание бюста такого героя». На открытии памятника присутствовал сын героя Гензель и его правнук Ованес, который служит в армии сержантом. В мероприятиях участвовали заместитель министра культуры Армении Нерсестер Вартанян, вице-губернатор Сюникской области Вачаган Григорян, специально приехавший из России заслуженный деятель культуры, заместитель председателя правления Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Мегапир, полковник запаса Юрий Кленов, начальник управления культурного наследия и народных ремесел Министерства культуры Армении Арминак Саргсян. Перед открытием памятника председатель сельской общины села ЦАФ Сейран Закарян зачитал решение общины о присвоении меценату Грача Пагусяну звание почетного гражданина, а также вручил ему диплом. Далее для открытия памятника были приглашены сын Унана Аветисяна и меценат Грача Пагусян, после чего начался концерт сельских школьников. На митинге был зачитан приказ министра обороны Республики Армения о награждении активных участников акции, а также участников боевых действий из села ЦАФ. Представитель Мегапира Юрий Кленов вручил дипломы форума «Общественное признание» Муразу Саргсяну, Грача Пагусяну и Сурену Мелконяну. Они также были удостоены наград Международного консультативного комитета Организации офицеров запаса и резерва и Петербургского НПО спецматериалов. После чего заместитель генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ Айкчилингарян зачитал послание генерального секретаря ассамблеи Алексея Сергеева. Муразу Саргсяну и Граче Пагусяну также были вручены почетные грамоты от его имени. В этот же день в сельской школе был также открыт бюст Унана Аветисяна. А 24 июня в продолжении мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею героя, был торжественно открыт бюст Аветисяна в школе села Лукашин Армавирской области Армении, где прошли его детство и юность. Воздвигая памятники, я хочу, чтобы люди всегда знали цену войны. Чтобы знали, что в войне нет ничего хорошего, даже если она заканчивается победой. Когда мы в прошлом году отмечали 70-летие подвига Унана Аветисяна, я посетил село Цав и увидел, что там нет его бюста. В школе бюста также не было, только посвященный ему уголок. Я задался целью исправить ситуацию и поделился идеей с моим другом, майором запаса Грачей Погосяном, который взялся финансировать создание памятника. На мероприятие в село Лукашин приехал губернатор Армавирской области Ашот Каграманян. Народ должен ценить каждого своего героя. Особенно важно, чтобы о них помнила молодежь. Лукашинская школа получила и другие подарки. Два класса, отремонтированные и обставленные на средства Грачей Погосяна, были названы в честь Спарапета Вазгена Саркисяна и погибшего во время Арцахской войны лукашинца Хачика Путуряна. По итогам этого эпизода, по приказу министра просвещения и науки Республики Армения Армена Ашотяна, общественный деятель и меценат Грачей Погосян был награжден наивысшей ведомственной наградой – золотой медалью Министерства просвещения и науки. Золотой медалью Министерства